Это совокупность симптомов, типичных для поведения ребёнка в ситуации тяжёлого семейного конфликта, когда ребёнок искусственно отчуждается от родителя, проживающего отдельно, через программирование ненависти, избегания нежелания поддерживать связь, осуществляемое родителем, проживающим с ребёнком, родителем-алиенатором. Я Ковалёва Юлия, и я специалист психологической самопомощи. Пришла в эту сферу из креативной индустрии. Так получилось, что меня жизнь заставила, моя личная драма заставила погрузиться, в психологию для того, чтобы исцелить свою душевную рану. Я отчуждённая мать. Так получилось, что моя старшая дочь осталась после развода с отцом. У нас был длительный военный развод, просто бойня в судах. В общем, на тот момент я считала, что он у меня забрал дочь. И долгие годы я старалась не только справиться с этой душевной огромной раной, но и выстроить отношения с дочерью заново. В этом видео мы будем говорить о проблеме, о которой молчат. Мы в сообществе называем её PAS, PAS, Parental Alienation Syndrome, на русском языке синдром отчуждения родителя. И на постсоветском пространстве действительно информации крайне мало. Только сейчас начали публиковать в интернете исследования американских психологов, психиатров. И давайте посмотрим, что это такое. Синдром отверженного или отчужденного родителя PAS, по мнению доктора Ричарда Гарднера, заключается в том, что ребёнок под психическим воздействием со стороны родителя индуктора, ещё называется алиенатор от английского али и алиенейшн, отвергает, отрекается от родителя мишени, от жертвы, родителя жертвы, разрывая при этом все связи с таким родителем, избегая встреч с ним и уничтожая детско-родительские отношения. Эта ситуация необычная, поэтому она называется феноменом. Эта штука возникает, если родители не могут договориться. И если действительно ребёнок является оружием мести одного из родителей другому, когда есть очень много ненависти, когда есть много непринятия ситуации, давайте посмотрим, как можно распознать этот синдром отчуждения родителей. Первое. Разворачивается просто компания очернения второго родителя в семье. Из-за этого ребёнок действительно, действительно, прямо переносит, он заражается негативным отношением ко второму родителю. Он не чувствует вину, он либо боится, страшится, избегает общения, либо агрессивно себя ведёт в отношении второго родителя. Почему это так происходит, будем разбираться дальше. Отсекается целый род со стороны отчуждаемого родителя, то есть уже не общается ни с бабушками, ни с дедушками. Родитель отчуждаемый во всём плохой, тогда как родитель, с которым живёт ребёнок, во всём хороший. То есть вот прям такая чёрно-белая картина. Часто прямо обвиняется второй родитель, что это он разрушил семью, что это он виноват в том, что сейчас всё так плохо. То есть всё-всё-всё сгружается, и прямо создаётся целая мифология, что как будто бы прошлого, реального его и не было. То есть просто переписывается история для ребёнка, и эта история слабо вообще относится к реальности. Вот та картина, с которой мы сталкиваемся. Самый главный ответ – это ребёнок, орудие мести. Человек, когда сталкивается с непреодолимым стрессом, а развод – это жутко стрессовое такое событие, которое просто включает у людей всё самое плохое, что в них есть. И человек хватается за ребёнка как за единственную вообще, как за костыль, как за соломинку, без которой он просто не выживет. Кроме того, очень хочется на самом деле вернуть систему, это же системная проблема, то есть система хочет вернуться в то состояние, в которое она была. То есть с помощью ребёнка хочется удержать, даже бессознательно удержать этого второго супруга. То есть а может быть он вернётся, а может быть он ещё как-то привяжется ко мне. И что происходит? Вот этот объём негативных переживаний и чувств, он не выносится человеком. То есть взрослый человек, он обращается либо за помощью к психологу, например, либо как-то взрослая психика всё-таки ту травму как-то может перенести. Здесь этого не происходит, и весь этот объём чувств просто вываливается на ребёнка. То есть это огромное количество ненависти, это огромная обида, непереносимая обида. То есть ребёнок становится как такой жилеткой, в которую вот просто плачется взрослый. И получается как бы подмена ролей. То есть ребёнок как будто бы уже становится родителем к этому родителя, а этот ребёнок, ну то есть меняется. Плюс это происходит не на ровной почве. То есть предпосылки всегда есть. Предпосылки есть ещё в браке. Это создаются такие как бы, ну то есть это уже нездоровая семья. И ПАС это уже, наверное, ну третья-четвёртая стадия вот такой болезни, когда ребёнок уже как бы вступил в альянс с этим родителем, и они дружат против второго родителя. Субтитры создавал DimaTorzok